Шестой класс, восемнадцатая серия. Признак делимости на 7, 11, 13. Это обобщенный признак делимости. Произведение этих чисел – тысяча один. Разбиваем число на тройки, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. Получается 600, а вторая тройка – 824. Из большего нужно вычесть меньшее. Получится 224. А теперь нужно посмотреть число 224. Делится ли оно на 7, на 11, на 13? Число 224 делится на 7. Можно представить в виде произведения 210 плюс 14. Итак, число делится на 7, а на 11 и на 13 не делятся. Теперь давайте второе число разбиваем на тройки. Первое, второе и третье. Здесь всего две цифры. Число 17. Складываем. Стоящие на нечетных местах получится 617. А которые стоят на четных местах, здесь всего-навсего одно число. 799. Из большего надо вычесть меньшее. 799 минус 617. Получится 182. Число 182 делится на 13. Потому что его можно представить в виде суммы 130 плюс 52. Каждая слагаемая делится на 13, значит, и 182 делится. Кроме того, это число делится на 7. Значит, вот это многозначное число делится на 7 и на 13, а на 11 не делится. Первая задача. Сколько нулей в конце произведения натуральных чисел от 1 до 50 включительно? Ноль в конце произведения появляется в том случае, если число, делящееся на 5, умножается на четное число. От 1 до 50 каждое пятое число делится на 5. 50 делим на 5. Итак, 10 чисел, которые делятся на 5. Это 5, 10, 15, 20, 25 и так далее. Чисел, делящихся на 5, будет 10. Причём, среди этих чисел встречаются два числа, такие как 25 и 50. Это те числа, которые в разложении на простые множители имеют по две пятёрки. По две пятёрки имеют эти числа. Значит, каждая пятёрка при умножении на чётное число даст ноль в конце, потому что 5 и 2 – 10. Итак, из этих десяти чисел есть два числа, которые содержат по две пятёрки. Значит, 10 плюс 2 – 12 нулей в конце произведения. Вторая задача. Сначала из пакета взяли половину всех яблок без десяти. Допустим, вот это все яблоки. Вот это половина, крестиком обозначена. Вот взяли сначала половину без десяти. Затем половину оставшихся. Вот всё, что осталось, разделили пополам. И после этого осталось 20 яблок. Значит, если осталось 20 яблок, значит, это половина оставшихся. Всего оставшихся было 40. Так, значит, чтобы найти половину всех яблок нужно из 20 вычесть 10. И тогда мы узнаем, что половина всех яблок, которые были в пакете – это 20, да ещё 10, 30 – это половина. Значит, всего яблок было 60. То есть мы решаем задачу с конца. Вот начинаем рассматривать вот с того, сколько яблок осталось в пакете. 20, ещё 20 – это оставшиеся. Затем определяем, сколько же половина. И затем выходим на 60. Третья задача. Если варенье разложить в трёхлитровые банки, то их потребуется на 2 больше, чем 4-х литровых. Сколько же литров варенья заготовлено? Ну, давайте обозначим число литров варенья за х. Заготовили х литров варенья. Если это варенье раскладывают в трёхлитровые банки, то их потребуется больше, потому что в каждую поместится меньше, чем в 4-х литровую. Так, и значение вот этой разности – это вот столько банок потребуется трёхлитровых, столько банок потребуется четырёхлитровых, и значение этой разности равняется 2. Осталось решить уравнение, найти х. Так, приводим к общему знаменателю. Здесь будет 12, здесь 4, здесь 3. Х равен 24. Итак, было заготовлено 24 литра варенья.